Очередная небольшая, но, на мой взгляд, прекрасная статья Виктора Шендеровича. Недавно он закончил работу над книгой о Ежелеце и обещает теперь быть почаще в интернет-пространстве. Для тех, кто не совсем понимает, почему я зачитываю некоторые статьи, объясняю в очередной раз. Лично у меня есть список некоторых предпочтений. В него входят имена Гарри Каспарова, Андрея Пянтковского, Константина Борового, Игоря Яковенко и некоторых других. Этих людей лично я персонально считаю настоящей российской оппозицией, в отличие от тех, кого принято подобной оппозицией считать. Предпочитаю использовать свое время рационально, что и вам, кстати, советую. Думаю, что лучше прочитать или прослушать интересную статью, которая меня самого продвинет на пути самообразования, просвещения и моей личной осознанности ситуации. Чем, например, провести час на каком-нибудь стриме, где новоиспеченные журналисты расскажут вам в своем многоголосии, в какой заднице вы находитесь, не забывая попутно собирать деньги за вопросы с населения, о жизни которого они якобы как раз-таки очень сильно пекутся. Так вот, Виктор Шендерович – один из этого моего личного белого списка предпочтит к прилету маятника Виктор Шендерович. Я нынче временно не на родине и не в первый раз констатирую. Географическая отдаленность от России меняет восприятие происходящего в ней. Воздушная подушка эта не только амортизирует удар, но и придает взгляду некоторый угол отстранения. И вместо «ох, нихуя же себе» говоришь, прочитав новости, ну надо же. И вот под этим углом зрения, находясь, хочу заметить, что все, конечно, очень хреново, но хреново вполне предсказуемо. Потому что все это, и полный отморозка путинской команды, давно уже никому и ничему не подконтрольный и адекватный, наконец-то, ответ Запада, разглядевшего, наконец-то, с кем имеет дело, все это, так или иначе, было совершенно неизбежно. Собственно, смысловая развилка была пройдена при аннексии Крыма. Остальное – подробности Броуновского движения. Геркинские идиоты могли сбить не малазийский «Боинг», а какой-нибудь другой. Кремль попасться не на неудавшейся попытке убийства, а на предыдущей, удавшейся. Дерибаска мог начать прилюдно раскидывать пальцы не при этой проститутке, а при соседней. Или не Дерибаска. На месте Сирии, сдетонировавшей в эти дни беспрецедентным демаршем США, могла оказаться другая, ущербная геополитическая точка, задевающая наши вечно зудящие имперские амбиции. Но все получилось, как получилось, и теперь мы смотрим это кино дальше. Смотрим, потому что наша интеллигентская попытка повлиять на сюжет, стать действующими лицами российской истории, оказалась слабой и некондиционной. Радости нас теперь ожидает совсем мало, а беды все больше. Желающие позубоскалить над Дерибаской могут, конечно, развлечь обитателей своего Фейсбука, но худо будет не Дерибаске, а, для начала, жителям российских городов, чей бюджет почти полностью зависит от русала. Надежда, мечтательной части либерального спектра, что хотя бы сейчас до электората что-нибудь дойдет, кажется мне малоосновательной, не дойдет. Стокгольмский синдром уже сожрал изнутри всех заложников, и им остается теперь только сплотиться вокруг Путина против внешней угрозы, уже реальной, кстати, самим же Путиным и вызванной. Вот тут он постарался на славу, кормилец наш закупоренный. Это получилось. С удвоением ВВП не получилось. С федерализмом не получилось. Дорог как не было, так и нет. Газификация по праздникам Чечня, конкурирующая с Альпами, и Сколково, показывающая средний палец в силиконовой долине. Приветствуют друг друга в одной и той же лупянской заднице. Ничего не получилось у Путина, кроме внутреннего абсолютизма и внешней изоляции, абсолютизму традиционно сопутствующей. Причем изоляция это, в нашем случае, изоляция очень слабого, хотя и сильно хорохорящегося государства. Государство, объедаемого с востока, уже в открытую мощным Китаем, а на западе, сплотившим против себя весь цивилизованный мир. Это же надо было так попасться. С приехалом вас, дорогие россияне! Продолжайте праздновать напоследок взятие Крыма, или что там у вас сейчас в повестке народной гулянии. Ничего другого, кажется, уже не остается. Повторю сказанное мною 4 года назад по отдельности, всех нас жалко, всех вместе нет. Спасибо.